Ну а я вас вновь всех приветствую, друзья, с вами Слэм Тафа, это ESVC 2012 года, первый полуфинал, да единственный, который мы посмотрим, НИП не факульт, 1-0 по картам в пользу НИП, они только-только вот что обыграли на нюке своих оппонентов из Германии, ну в параллельном полуфинале Ария 51 старается драться с своими соперниками, именитыми из коллектива Вэри Геймс, там наверное НБК раздает. Я, кстати, даже не знаю, какой счет первой карты, чат, помогите нам. Да, 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 мы можем узнать, мы можем узнать счет первой карты. 15-15. Да. Овертайм пошел. Овертайм пошел, это интересно, это интересно. Ну что, здесь пишет, нужно растртовать карту, потому что счет 6-2, админ где-то опять гуляет, пьет кофе с круассанами, не знаю. Рейдж, рейдж, больше, больше рейджа, больше гнева, чатки Берарена ТВ, друзья, группа в стиме, вот давайте, дружелюбные ребята, пожалуйста, заходите туда. Да, кстати, и вот сюда тоже можно запрыгнуть, Фларен сейчас это показал, с этой лестнице, можешь меня включить? Можешь меня включить? О, прости. Алексей. Алексей. Васильев. Я вообще... Можно вот с этой лестницы попасть, короче, вот сюда, и можно допрыгать аж до сюда, потом вот здесь можно вроде как на фонаре остаться. Такой вот расклад. А зайти в области. Вообще, трейн, трейн, дефиц, он ли плент, вот удобно. Подразделение FBR Hostage Rescue Team было основано в 18-м году и предназначено для освобождения союзников, захваченных неприятелем. Девиз. Сервейр Витас. Спасать жизни. Это типа Натус Винсер, это вот типа тоже. Пацаны оттуда взяли свой девиз. Да, не унайвы. Из латыни. Из латыни, да, особенно, да, с АС. Нет, не даст, ребят, будет трейн. Будет трейн, это просто рестарт моды на сервере, поэтому нам нужно просто подождать. И появится трейн. Да, там небольшой подгруз, а я пока что в чате читаю ваши комменты, и вот мне тут что-то написали. Привет. Ребят, завтра с утра начинается, наверное, с 10.30 по Киеву, с 12.30 по Москве. Мы точно вам после трансляции скажем время. Сайт Health and Work тоже скажет время. И сайт Киберарена ТВ вам тоже скажет время. Наши социалки CS SLTV тоже вам скажут время. В общем, все мы вам скажем время. Завтра сначала Амадзе третье место, BO3, потом финал на сцене, BO3. И, возможно, мы будем тырить картинку со сцены, если, в принципе, ребята будут на Health and Work. Ну, нормально, CS за два дня 47 тысяч человек вот сейчас играют. То есть 47 тысяч человек. Ну, допустим, в Dota сейчас 150. Ну, да, да, да. 6 пик, 150. Но вокруг Dota рекламный ажиотаж создается, а вокруг CS ничего не создается. А в World of Tanks в данный момент играет полтора миллиона человек. Все понимали вообще, что такое CS, что такое Dota. А в League of Legends лучше цифру не знать. Да, я, кстати, подозреваю, что, если честно, что нам меньше. Ну, это отдельный наш с собой спор. Кто же это больше в World of Warcraft, либо Лол? Сейчас начнется матч, заходят на сервер игроки. Наконец-то. Как вам гол, парни? Это страшный вопрос, Андрюша. Если я сейчас начну отвечать, снова эта жидкая жижа полетит. Полетит, как джужа жопик. Польется, да, польется. Это как ухо, он не комментирует, он поливает. Вот, в принципе, ну, где-то так, да, вот. Причем, зато все, не знаю. Главное, что ты... Откровенно и от чистого сердца. Да, да. Я люблю это в любом комментаторе. Вот он верит в то, говорит, что говорит. Вот я верю в то, что я говорю. Леша верит в то, что он говорит. Ребята из Virtus.pro, они тоже верят в то, что они говорят. Слэм вообще, по-моему, не знает. А я верю вообще во все. Он не знает, что он говорит просто. Ладно, друзья, что здесь понесся раунд? Ну что, факулки, атака в их исполнении, защита. Ниндзя в пижамах, шведская команда. Она же не гейминг, стены не образованная. И в нее входят три игрока из версии КС 1.6. И два парня из Source Mira World. И они против факулки. Стоят, да, быстрый выход на БС. С лунта никакого дефенса не было. Из-за дальнего только Фларм пытался что-то сделать. Смотри, двое в упор подошли. Сейчас в РСП будет сумасшедший замес у Контроф. Опа, пошло. Хорошо, Асма минус Фларм. Так, ну вот Асма здесь двоих прям кладет. Фореста тоже забирает. Не давай уйти за угол. Кто-то пытался с даком как-то это дело исправить. Но ворвался к Зисту. Сразу по инфе моментально разменял. Фрайберг вышел с ним вместе с перекрестным огнем. С Катери Спайа минус еще от Зиста. Три фрага дают. И, по-моему, это бомба. Ну что, успеют или нет? Два в один остаются. Надо дефить, надо дефить бомбу как можно скорее. Садится это делать Фрайберг. Врывается Хирби, стреляется с плентом. Мало хп, 2-1. И бомба раздефюжена плюс-минус от Зиста. И это минус 4 в исполнении Ричарда. Ой-ой-ой. Два в пять берется раунд нипами. Вот они звезды Counter Strike 1-6 во всей своей красе. И 1-0. Ну просто парни, просто парни сейчас вот такие как Зист показывают, что в этой игре, ну просто сел, подзадрачил и чем мира отыграл. Перестань говорить это слово. Потренировался. Все-таки ты знаешь, что про игроки, ну реально очень много тренируются. Ну да, да, да. Больше, чем профессиональные спортсмены. То есть футбол ты 3 часа, там 4 уже тебе тяжело бегать. А пацанам приходится по 8-12 часов. Ну конечно, надо что-то заменять. Ой, не трайд! Вообще, главное в тренировках, чтобы они шли на пользу. И с максимальной концентрацией мы строим. Да, 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 потому что если играет там, не знаю, 3 человека на одном национальном фоне, а остальные там творят, что хотят, то это бред. Даблдак не работает в CSGO. Возможно, его вернут. В принципе, если коммунити начнет там жестко мошнить, верните Даблдак. Да, опять же, друзья, разработчики сказали, что будущее CSGO, она в руках именно сообщества. Они хотят от сообщества получить информацию. Хотите Даблдак, пишите все, что хотите Даблдак, а не пишите, что CSGO. Потому что в конечном итоге даже сами разработчики не знают, во что вылезет эта игра, стоит ли по ней проводить интернейшнл и так далее. Что быстро аркада FIFLAREN, СВП дает минус, Фрайберг также с Фамаса встречает. Что же делает? Да, ВП от FIFLAREN, а вот должно... Ну да, здесь плент закрыли, просто пытались быстро СУ-100 выйти с девайсами после бомбы. Но по серии разминок живых остался только ESMO. Подожди, 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 здесь Слинка его еще не накрыли. Он сейчас ушел от флешки первой. Закрыл Гидрайта, но нет. А вот теперь покажи плент. Вот останется здесь, пробил-пробил, да. Вот, ребят, забыли, что самое главное сказать, плент теперь вот здесь. Плент, короче, можно бомбу поставить вот сюда. Вообще, часто делается так, что сюда влетают дымы. Эти дымы летят с респа, откуда конкретно, я там раскидку не знаю. Но это еще ссор, это раскидка. Их можно, да, бросать отсюда, можно встать, наверное, даже сюда, чтобы пробросить. Цель такая, чтобы вот этот весь линк, он оставался в дыму. И плюс, плюс, плюс ко всему, чтобы вам выйти 100, да, вам нужен здесь тоже дым, либо флеш, либо человек с апдауна, потому что чувак, например, из дефа, да, сидел вот здесь вот у желтого, да, вот у этой штуки, может просто начекать тупо все ваши ноги, все ваши планы будут сбиты. Да, ну, короче, самое главное, что план стоит посреди открытого. Они на своем месте. Ну да, короче, много дыма, зажим в апдаун, Гзист, и это его звездный час. Ну, тут такой сплит с глоками на плент, вообще неуверенный. Гзист, Гзист растеряли, а куда, куда остальные два пошли в мясо? А, СМН встал, встал. Со ста не вышел. Испугался, бедняжка. Не решил с собой он жертвовать в этой ситуации. Пытается тут что-то сделать с П-250, но, по-моему, надолго не хватит его. Да, Форрест догнал и наказал, естественно. Что такое даблдак? Это когда ты в Counter-Strike делаешь приседания, и сразу же за ним еще одно, очень быстро. Что такое даблдак? Это Александр Хекзапков, дорогие друзья. Да, подглядевший когда-то у каких-то американцев, ноунеймов, одну интересную фишку, потом ребята начали использовать ее на мировых чемпионатах. Ну, и это назвали Russian Duck в свое время. Russian Volking, русская походка называется, даблдак. Ну, русская походка. Понятно, в принципе, наверное, почему. В чем-то, наверное, троллинг есть. Так, ну что, 2-1-2 играют. Я только сейчас понял, почему русская походка. Ну ладно, спустя 14 лет. Молодец, Тапа, ну ладно. Ну, там, 7. Тебе тут напомнить про одну великолепную фамилию? Какую? Блин, а я не знал, почему он так на меня смотрел каждый раз, когда я ему это говорил. Это да, это отдельная история. У Тапы вчера был день исполнений просто. Итак, тут чек с ВП интересный на зелени, с подсадочки. Вообще четко отыграли. Ой-ой-ой, где я? Где я? Опа. Вот так вот было бы прикольно поиграть, наверное. С таким зумом жестким. Обдал Кирби. Ждет поджима. Ну, по факту, что мы видим у нас? Закрытая зелень, закрыто 100. Линк, стяжка. Нет, здесь верхний парыч займет. Так, 2 зелени, 2 пожарка. Так, белый, белый, 2 белых, 2 белых парня. У Нипов и Фарберг все-таки убил. Но все равно в плент прошел Эсма. И сейчас он должен здесь присиди сидеть. Он стреляется почему-то со средней линии. Минус Фрайберг. Да, его Фрайберг спровоцировал на стрельбу. А Форест отошел от флеша с верхнего балкона. И по факту тоже кроется. Флорен залетает в свою десятку и получает пашбану. Ой, Гидрайт, на морозе. Знаете, Кирби? Забирает невнимательного, обмейтится. Ну, включай Кирби, дружище. Он уже воюет. Он уже перестреливается с парнями. Нет, Кирби тут одного убирает, уходит в линк. И с Гидрайтом 1 на 1 остается. Граната летит Кирби. Ты видел, что сделал Кирби? Да, да, да. Сейчас покажу до этого. Дает Гидрайт минус. Вот сейчас вверх поднять, если прицел. Он вверх давал флеш. Вот сюда. Вот, понял? Вот отсюда на плент закидывал. Ну, да, да. Что такого? Ну, я даже не видел. Я же смотрю, изучаю. 5-0. Пока без ошибок играют НИПы. Молодец, конечно, сейчас Гидрайт. Но мы видели, что вот это простой раунд. 2 зелень, 2 пожарка и 1 в центре выходил. В общем, проблему вызвало у НИПов. 2-1-2 и уже им как-то было тяжко. Еще пару каких-то бодрых раундов от немцев. Может быть, у них что-то получится. Тут снова 2-1-2, только там уже немцы по дому прошли. Мэнтис пойдет. Да, Мэнтис пойдет просто потусоваться. Вообще, QK, может, у него, наверное, даже ник. Мэнтис просто коврик, как называется. Оп, и сразу же его прогрел Фрайберг. По поводу отдачи, ребята. Ну, в 2 раза сильнее, чем в 1.6. То есть, если вы опускали прицел раньше после зажима в уровень ног, то сейчас вам нужно еще в 2 раза ниже его опускать. То есть, уже как не в 3. Прям себе в ноги, да, как не в 3 раза ниже опускать. Но вы привыкли. Не, ну вы поймете, реально, вот там, не знаю, часик ДМа, да, вам станет понятно вообще, как летят пули. И как зажимать, да. Ну, он Юра Страйк понял там вообще буквально за день. Да. Диггл АВП, в принципе, такие же остались. Ну, с АВП немножечко сложнее. Ну, и стрелять надо немного медленнее. Здесь не надо там упираться, как вот в КС 1.6. Здесь реально точечная стрельба, она решает. Как в жизни, в принципе, я думаю. Ну, реализм здесь часть присутствует. Ну, по крайней мере, это, друзья, если честно, лучше, чем Сурус. 6-0. В пользу ниндзей в пижамах. Ниндзей в пижамах. Ниндзей в пижамах. Это еще тоже то название. Слушай, они пока, по-моему, там факулки. Это чисто буржуйское название. Потому что оно появилось там в 2002. Типы, которые катают там ПНЭ. То есть сидят дома в пижамах вечером. Еще когда они были все шоколяры. Вот где не было еще такого суперкиберспорта. А мы в это время на DSL модемах. Трррррр. Сейчас интересно. Могли только сидеть Ваське и играть в крестники нолики. Здесь посмотри сразу, как разыгрывает. Под фаст хе. Дым апдаун. Флешка 100. И вторая флешка 100. Поздняя. Уже 4 бэл. При этом его тиммейт совершенно... 4 на котлах. Опс. Минус сразу. Минус фифлар. Низ выйти не могут на низ молотов. Вот сейчас только пойду. Там гидрайт просто собирает походу всех. Да. Ха. Гидрайт. Иди ко мне, девочки. 100 хп у гидрайта. Ну вот просто в ладоши можно хлопать здесь гидрайт. 3 в 3 ситуация. План ставится. Дисраптор наверх-вниз. Будет спину смотреть. Гидрайт здесь на собаке. Он видит дисраптора. Сейчас все. Спалили гидрайта. Нету патронов. Сусбом вылетает. Спину минус. Минус плент. И... Меняет девайс. Хе вверх. Матимай Мантис это высотимову. Гзист закрывает. Гзист закрывает другую штуку. И авик отвалился. Остается у нас дисраптор. 1 на 1. Но поставлена... Поставлена бомба. Но он остался против Гзиста. Я думаю здесь хватит опыту у Гзиста сыграть на все 100. Нет. Он просто страта не выходит. Не ведется. Не ведется. Не ведется. Ну вот это только немцы так делают. Ей богу. Какая умница вообще. А вот сейчас поведется. Эх. Ну повелся не зря. Зато первый раунд в команде принес. Плюс MVP. Скорее всего. Молодец. 6-1. В турнире где ВП играли недавно. Что там ребята обсуждают. На Tor Open надборочных они играли. Они там сыграли с датчанами. Не. Ну истинную силу ребят мы узнаем. Вот уже на Starladder команд. Кто какого. Да не. ВП они хороши. ВП хороши будут. Я тебе говорю. Старладдер. Единственное что меня конечно пугает. То что там Адран да. С пингом 140. Быстрый выход на. Давайте вернемся. Дистратор с РСПа протерет флеш над точкой. Но я буду надеяться что территориальный вопрос решится с Адраном скоро. И он будет где нибудь в Москве или в Киеве. Все будет круто. Адран если ты нас слышишь. Да. Мы тебя ждем в Киеве. Едь к Ангелу сюда поближе. К Кучеру. В общем и своих русских двух столяровых тоже сюда забирайте. Буткиньтесь тут. Нам будет с вами поприятно. Мы будем с вами играть 5 на 5 каждый день. Мы будем у вас жить на базе. 6-1. 2-1-2. Нет все. Все под B4 котлы. Да ладно ребята. Ребят просто потом поедем вместе на какой нибудь турнир. А потом вступим вместе в группу киберспорт туризма. Мантис разводит всех на зелени. А в это время Фифларен уже убивает на B. В дыму двоих. Фифларен. Гидрайт закрывает. Падает. Кирби не знает куда смотреть. Гетро забирает. Фифларен страхует. Это ассист. И 4 в 1. Мантис ласт. С ВП на зелени был. Уже в центре. Ему теперь тут остается СВП. Короче Фифларен дал два минуса просто в дым. Ну Фифларен. Никого не видел. Просто вот раз дым. Оу бил. Ну вот они не пытаются. Соста пытается Мантис выйти. Но его походу сразу закатали просто. Так, ребят. Как там параллельно? Что там вообще у американцев в Эри Геймс? Как у них там заруба? Все-таки второй полуфинал идет. Нужно... Да, напишите пожалуйста параллельно счет. Я даже в чат посмотрю. Хоть как-то за ним следить. 15-16 в Эри Геймс ведут. Типичный КС 1 и 6. Так, что здесь у нас? Это финал? Нет, друзья. Это полуфинал. Вторая карта. Мать за третье место. Завтра с утра. Финал завтра. Не пошли еще допы. Не пошли еще допы. Ой-ой-ой. Ну там да. Там сейчас ажиотаж наверное очень большой вокруг того матча. Ну а тут пока что Нипы продолжают зажаривать во всей красе своих оппонентов из факулки. Вот на Ньюке если... Тайберг уже минус 2. Ну эко. Ну слушай, если на Ньюке немцы хоть чуть-чуть поборолись, то здесь не используют там да банальные вещи какие-то. Быстрый раунд у них вот только один закончился. И то Гидрайт там сделал минус 3. Они нам еще не продемонстрировали какой-нибудь... У них вот по сути вот один раунд. 2-1-2. Два зелень, два пожарка, один мидл. Причем без раскидки. Ну да-да-да-да. Пару гранат там дают на таких вяло. То есть мы не видели какой-нибудь классической такой мощной, умной 1.6 раскидки. Там каждая секунда по таймингу 12 гранат вылетает. Там пш-пш-пш три моменталки из них там. Не, мне нравится прорисовка Б-планта просто. Да, раз вагон, два вагона. Все, больше ты нигде не спрячешься. Да, отлично. Да не, еще в планете в самом можно. Обычно вокруг бочек там чувак за деф сидит. Но это надо быть совсем пассивным. Сейчас посмотрим как Гидрайт сыграет. Там два на него идут. Вот вопрос, я быстро на него отвечу. Как Слэм, как ты мог бросить КС 1.6? А я могу сказать, как Слэм мог бросить КС 1.6. Мы как комментаторы одной единственной командой в мире по КС 1.6. В общем-то мы больше не можем его комментировать. Поэтому пришлось переключиться. Но будет еще 1.6. Асус здесь не верил. Мы его откомментируем обязательно для вас. Мы посмотрим этот праздник. Да, у нас дома будет еще турнир по 1.6. Здесь в арене. Поэтому ждите второй недели декабря. Вот так вот. Так, ну что, сейчас Гзиз будет, по-моему. О, здесь забирают Асму. Запирают Асму на 2-2. Поздум остался же, но им тяжелее сейчас исполнять. Гидрайт минус. Хорош. Но они вместе с Гзизом там поджали. Неплохо заставили растеряться. Убрали Акау соперника. Там снайпера нету. Три человека. Идет полная отдача на А и прием зелени. Да, там еще за Аркадий Форест. Фрайбер. Ооо, там вообще Кроволол просто раздают. 9-1. По-моему, они не ощущают здесь своих оппонентов. Ну, в принципе, мы понимаем, что это Трейн. Зона А, зона Б. Зона А, зона Б. У тебя тоже на русском, да, уже написано? Да, конечно. Так это русская карта, типа, считается. Ну нет, ты поменял свой Steam или нет? А, что? Нет, Steam у меня на английском. Это текстура. Это русская карта. У них типа Трейн, это что-то типа России. Нюк, это Германия. Инферно, это... Я даже не знаю, что это. Но отдаст нам все понятно. Это что-то связанное... Арабское. Арабское и с прочим фундаментализмом там. Ну, в общем, да. А шведская карта почему еще не сделала? Или русская? А, да, есть. Все есть русская. Зона А, зона Б. Это что-то вроде, наверное, я думаю, даже... Да, короче, неважно. Мы вот забываем про то, что, по сути, все-таки это защита анипов. Ну, может быть, не факулты. Просто играют сейчас за слабую сторону. Сейчас придут в защиту. Там 4 АВП. Ого-го, как начнется. Надо просто выйти вот сюда, вот отсюда. И все. И вот здесь вот поставить бомбу. И дефить ее вот отсюда. Ну да, сейчас все погоняло. Да и с зелени можно тоже там... Ну да, просто зелень не убить. Там 3. Посмотри, 3 в линию играют сразу. Один в апдауне. В упор там Xist прошел. Асма снова идет на гидрайт. И первый минус есть. И зелень удается открыть. Но здесь еще и Фифларен есть с ВП. В это время Форрес Молотов на 10 дает. И... Нет, он не переключился на зелень. Он пытался убить кого-то в десятке. Вряд ли у Фифларена здесь получится отыграть красиво. Хотя там Мантис ждет. Под Молотов. Под Молотов на зелень права. Зелень права выходит пост Молотов. Xist на котлах минус А. Котлы это девятка. Кто не знает, этот туннельчик перед БМ. Так, ну вот Плент по факту открыли. Осталось только флочками закидать. Фифларен в баню ушел, уже отдал зелень. Ну смотри, гидрайт не аркадит. Гидрайт не аркадит. Аутфорест получил. СМН минус Форест. Отлично. Там еще в Слингк Xist остался. По факту 3 в 2. Но вот все от этого парня зависит. Че, Фифларен начал суетиться. Иди и посмотри свою баню. Че ты тут делаешь? Иди назад. Ты что? Единственная позиция, которая сейчас не просматривается. Тема в том, что они могут линк прорвать. Либо стянуться и сыграть вдвоем на БМ. Поэтому и подошел. То есть, если это 2б, то гидрайт просто будет сидеть сверху молча. На верхнем горбе и Фифларен на себя внимание попробует привлечь. Да че молча? Вот гидрайт смотрит. Идет пока отлам в упор. Фифларен минус. Вот все. Свою позицию. Ой-ой-ой. Здесь был красный. Фифларен не попадает в Семена. Ну, он пытается точечный Семен раздать. Семен пришел со спины, дал хороший минус. 11-1. Пока в одну калитку не позагоняет в акулте. Мне, быстрый 2-0 по картам. Это такое. Убежище зла. Убежище зла. Тафос Лэм могут ли добавить в гол лайзеры, огнеметы, ДРПГ и противопехотные мины. Зенитку могут туда добавить сразу. И танки, как раньше. Помните, мы в КС-1-6 ездили на технике. Да, да, да. СЕС, помню. Я даже на турнирах играл там вообще. Нет, техника это очень хардкор. Не надо, нет. Не, не, не. Ничего больше не надо в гол добавлять. Все нормально. Так верните ракету на нюк. И ЮСП верните, ракету на нюк верните. Вот надо написать вулкана. Слушай, друг, мы понимаем, ты там легенда, все такое. Но знаешь, Петровичу не понравилось то, что ты угнал ракету. Так, пошел Молотов на Б-план. Да тут Гидрайт просто собирает техни, ощущает. Сейчас еще Дигл включит. И ооо, там вообще. Там Молотов, дым, флэш и Гидрайт один с плента. Просто зажим минус 2, минус 3. И все там легли. Еще вопрос. С чата, с турниров ПКС-1.6 остался только Асус и все. Мало того, дружище, остался последний Асус ПКС-1.6. Вообще, мы уже анонсировали, что будет Асус по гоу. Но все-таки решили, что все-таки сделать надо последний ПКС-1.6. И с 2013-го уже. Вообще, по 1.6 турниров, я не знаю, будут ли они вообще. Можешь сам провести. Мы просто уже и так на этот КС-1.6 своих денег столько выкинули. У нас никто никогда не смоксировал турниры по 1.6. Честно себе скажу. А деньги это такое, друзья, так что... Нет, серьезно, серьезно. С КС-го будет шанс хоть там, не знаю, организовать. Нереально круто еще. Деньги будет выбить на... Это все дело полегче. Просто потому, что будет качество поддержки издателей и все прочее. Это круто. Это круто. Даже наш город переходит на гоу. Хотя мало еще команд. Максимум 3-4. Да это уже хорошо, друзья. Просто будут же еще онлайн-лиги. Куча турниров. Куча фасткапов. Это же круто. Это круто. Это рост. Я думал о том... Я прекрасно понимаю шоколоту. То есть ладно, мы старики немножечко устали. Ну да, да, да. Хочется что-то нового. А ребята, которые поиграли там 3-4 года, которые у них только начали получаться, они только поняли суть КС-а за это время. И тут бац, заставляют тебе играть в новую игру. Я бы тоже буяк. Посмотри, как Семен сыграл вообще жестко. Просто через молотов, но его закрыл. Фуфларен. Так еще такой звук был. Вот здесь вот сотка должна была выходить сразу, чтобы закрыть как бы среднюю линию. И в итоге они там запоздали совсем. Фаербер купил себе плетку. Как она. Ну какая классная. Какая она симпатичная, да? Я тоже рад, что она. Так она так же там... Он еще посмотри, посмотри, что он делает. Там просто бежит как бот. Тык, тык, тык. Так она на самом-то деле очень мощное оружие. Я думаю, что в принципе можно использовать по сути эти игры. Оно так именно штопает. Можно зажимать с него и просто ломать. На дальней дистанции. Вот хелф это вот написали в факулте. Тебе как кажется... Я думаю, это на автомате просто надпись прошла, чтобы не обижать своих советников. Я думаю, они такие, знаешь, с легким тролл фейсом. Так. Так, Таф, можно вопрос. Мне тут всем кс дали кс на один денек. Я начал двигать мышку. У меня кс начал зависать. Что мне делать? Скажи, пожалуйста, выключить вертикальную синхронизацию. Вначале выйти в Windows. Зайти в настройки драйверов. Там выключить в 3D настройках вертикальную синхронизацию. Все время на off. Потом зайти в настройки кс и выключить вертикальную синхронизацию. Потом посмотреть, что у тебя за компьютер. Если он не очень хороший, то быстренько поставить настройки на средние. Либо на очень маленькие. И разрешение, наверное, использовать... Все, успокойся. Расслабься. Расслабься. Но все игроки топово играют на 1024. Но лучше 800 на 600, если у тебя вот такая ситуация. Все. Поехали дальше. 14-1. Два раунда. И сегодняшний настрим заканчивается. Нет. Мы, наверное, еще посмотрим эту игру. Я думаю, надо будет посмотреть. Ну, если у тебя есть желание. У меня есть желание, я хочу посмотреть. Я не вопрос. Она просто очень офигенная. Я просто потратил сегодня, наверное, пол своей жизни, когда утром понял, что это прозревалось, что у меня со звуком. В итоге вот мы со слэмом нашли, что в чем проблема. Поменялись адаптерами на ноутбук. Практически одинаковые модели ноутбуков. Мы поменяли блоки питания. Ну, нам там поменяли их еще на финалах Старладера. И мы никак не могли поменяться обратно. Да, да, да. И реально у меня вот глючил звук из-за того, что у меня был не мой блок питания. Так, ну что, здесь, походу, фастбэ готовится от непов и... И, по-моему, это эпичный провал. Да нет, они нам нормально сейчас. Нет, эпичный провал для факулти, потому что... 5б с тэпом. А интересно, будут Волтовы вперед на ход, выжигание контров и давление? Да, ну давят точно, давят вперед. Ну, там давка пошла только тут, ну, тут главное верхний гор пушить. И вот, все, пошел линк. Да, 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 да. И пушит Форест. Ой-ой-ой, факулти защитили, защитили пуш. Ну, подождите, еще не все. 3 в 5, они просто раунд 2 в 5 потащили. Вот сейчас 2 в 5 надо тащить. Гидрайт и Фифларен. Давайте, ребята. Посмотри, Гидрайт. Ёшкин ты кот. А что сейчас будет просто? Ой-ой-ой, спина в спине. Нагрели парня. Кинул пацана с развертушки. С B2000 на. И это 14-2. О, боже мой, на у Непов будет всего лишь один эко. А потом бай, Гидрайт мог устроить вообще. Мог парням дать не выдохнуть. Вот если бы сидел и пострелял хотя бы по двум, было бы весело. Было бы очень весело. Или весло, но удивил бы он точно не. Слэм, ты хотел американцев смотреть. Ты, скорее всего, их и будешь смотреть, я так подозреваю. Ну да, да. Потому что они выиграли первую карту. За счетом 19-16. Есть, да я тебе говорил, я тебе говорил, вот. Как я понял, вот по тому ESVC по Сорусу, которое было, стиль американский. Он вообще отличается от ВГ. И они могут тупо просто убивать ВГ, потому что они не знают, как с ними играть. Потому что они сидят там у себя за морем, за этим океаном. Сидят там, играют в своем Лос-Анджелесе. А толку от этого никакого нет вообще. Что, Нип Аркада БС? Смотрим, четыре игрока на БС с глоками залетают. Все, что они будут здесь делать, непонятно. Умирать. Они будут умирать, ставить бомбу и брать опять на Нексте. Ну что, всех убили, нет, Фрайберг остался. Вот тут у меня, конечно, поражает. Нету второго вагона после плента. И тут так пусто стало вообще. Так да, я тебе говорю, плент пустой. Здесь прятаться только дальний и все. Тут даже нет фейка, чтобы на нем потусоваться, там, за ним потусоваться. Просто, ребят, ну, посмотрите на этот б-плент. Я не говорю, что он там плохой или не такой. Просто он другой. Вот, 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 вот сейчас я покажу вам. Вот, вот, казалось бы, да, вот. Всего лишь одного вагона не хватает. Но здесь просто вот ты такой за атаку начинаешь пушить вперед. И, по сути, тут все понятно. Вагон слева, справа. Там чуть дальше десятка. Это сто, это сто, скорее всего, будет, да. Выход сотка, фифларен. И проход плент. И сразу минусы в ВП. Вот это игра. Быстро, быстро сыграл. Дождался Фрайберга. 2-2 выход, апдаун кроется. Белый парень первый отошел. Дым дает под себя Кирби. Сейчас посмотрим, как Кирби будет засебирать, потому что у него реально интересный момент. Включаем X-Ray, смотрим с ним. Да, есть проход на транс, дал он фу Кирби. В пленте тоже есть тиммейт, который сейчас на вышке. Посмотрим, как сыграет Гзист. Фрайберг минус. Слушай, ты что-то не сказал, что здесь есть вторая крыша. Ладно, ребята. Здесь две крыши. Я только увидел, вообще, какая жесть. Ладно, не знаю. Ну, Форест там сейчас зафокусит. Там сейчас зафокусят парня. Просто ему там вообще нельзя давать выживать. Да, Кирби сразу забирает. Остается Семен. И от 15-го раунда Семен. Ой-ой-ой, ушел красиво. Вот его же не чекают с этой линии. В итоге выходит. Стреляется надоле, а бомба в пленте. И две головы! Первого добил, второго рандома в хэкшотом забирает в пленте. Семен! Вот это Сема! Вот это немец! Вот так и надо играть в CSGO немцам. Вот это немец Семен. Это просто рофл. Пишет Мантис. Нет, пацаны, рофл только что, что я обнаружил. Вот на самом-то деле. Черт возьми. Вот тут раньше, где был плент, есть сбоку лестница. Я ее думал, что ее тут нет. Она там есть. И тут опыт крыша. И тут ты такой с другой крыши смотришь. Вот наша привычная крыша. Да, вот она немножко переделана. И с другой стороны теперь добавили балкон. Теперь их две крыши. Беда. Вообще жесть какая-то. Ладно. Так, одну секундочку. Смотрим за продолжением. АВП у Мантиса. Фифларн, СВП уже забирает дистанция. Неужели снова опять с десятки? Да, да, да. Аркада на пленте здесь уже под где-то четвертым агодом. Ну вот давайте посмотрим второй дым от Кирби под него. И он пытается сразу изолировать здесь какую-то попытку на шестерку. Залезть, Фрайберг минус два дает. Семена сбривает. Ну вот Сема потащил. Кирби здесь снова не закрывается своей позиции. Мантис ласты. Это по-моему 15-4. Подожди, один в три. Мало ли, может быть еще раз приобрется игрок. Не-не-не, тут АВП. Тут АВП, он не мобилен. Он даже если пойдет, его там сразу запилил. Бахшево шло с минус три там одним выстрелилом, а? Оп, минус форест. Но здесь уже понимаешь, обошел его как бы. Уже есть инфа просто, да, где находится Мантис. Да, Гзиз знает это и все. Гзиз, кстати, тоже потопал. Мантис тоже знает, где Гзиз. И Фифлоренс и ВП сейчас будет с десятки забирать. Градище тут разливает, разлетается просто. Или сотки. Ну вот чувак потерялся, пошел в клэн. Так, дым дает под себя и дефузит. Четыре. Три. Два. Лол. Вау, ееееееее. Гайз, это просто пошутим. А давайте НИП не возьмут Интрейн и мы будем смотреть третью карту. Говорят сейчас ненцы сами себе. Да, кстати, вот такие вот раунды. А я говорил. Такие раунды, друзья, такие раунды на морозе здесь тоже есть. Так, кто-то, кто по нему стрелял-то? Я слышал, кто-то пукал в блог. Фифлорен, Фифлорен стрелял, но он не понял, что чувак сидит немножко слева, а не справа. Ох, эти сорсеры в НИПах. Да. Карн уже сзади душит одного из них. Ну ладно. А, не, не Карн этот, а Хитон. Хитон душит, да. Хитон такой вырос мальчик, теперь уже не мальчик, такой дяденька в американский футбол можно защитником ставить. Смело. Так говорил Кулер в свое время. Слэма, ты видел, как он отъелся? Вот. Такие дела. Ну что, здесь с апдауном выходят сейчас НИПы, снова А, снова быстро. Ну вот один раунд на морозе Сёма затащил. Сейчас он два раунда подряд умирает. Два раунда подряд один в три. Ну теперь они вообще решили просто взять и тупо всех перестрелять. Давайте лучше всех перестреляем, не будем бомбу ставить. Надоело, и опять остается Мантис, только один в пять на этот раз. Но, я думаю, ему не зайдет припереться вновь. Вот, ребята, пишут, как быть малыми градами, которые могут перейти на CS GO, так как им не позволяет их аппаратура, которая стоит в клубах. Ребят, ну у нас тоже аппаратура такая в арене, что тоже не позволяет. Тут нужно настраивать минимальные настройки просто делать. Да, да. Но мы постараемся с этим что-то придумать. Не, ну я думаю, в любом случае, под турниры здесь уже под декабрь обновление идет большое варенье. Тут смена видеокарт, сейчас идет потом смена материнок. В декабре, либо в начале нового года снова меняется девайсы Razer, на девайсы Razer на новые. Это ура. Меняется полностью варенье. Ну и постоянно сейчас вот начнут апгрейдить железо, потому что действительно нам нужно переходить на гол. Вообще, что делать? Играть дома по интернету и стараться вот что-то делать с домашним компьютером? Ну да, просто ланы это такое. То есть сейчас уже будет меньше ланов, да, будет много турниров онлайн, но... Ну вот нас, по-моему, уже машнят сорсеры, которые говорят, что нужно смотреть за Rubaway Games. Ну да, 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 я буду смотреть обязательно это, я предупреждал, что там будет интересно. Но все равно здесь НИПы просто, да, и Форест тоже, ну приятно посмотреть на ребят, которые за 1.6 тоже, да, перешли, как бы, да, играют, и... При том, что вон играют и не выпендриваются, как бы, молодцы. Все, астма-последние, здесь без шансов вообще, в финал выходят не в пижамах, они топ-2 ESVC 2012 по CS GO. В принципе, напомни мне, вот, в принципе, Гитрайт и Форест еще были в СК, да, в прошлом году, они чемпионы ESVC, они, в принципе, защищают свой титул, если я не ошибаюсь. Ошибаюсь, нет? Да, 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 они чемпионы ESVC прошлого года, то есть... А Gzist? Gzist нет. Gzist нет. Gzist присоединился только после того, как распались, он еще ушел из Фнатик. Ну, то есть второй финал подряд Гитрайт и Форест будут. Ну, ему... Gzist на самом деле, вот, Gzist, это очень молодой талантливый игрок, то есть он пойдет далеко, при том, что он в 1.6 показал себя на первом же крупном турнире, они его выиграли первые...